Добрый день! В этом небольшом видео я расскажу, как можно исправить перекос, так называемую восьмерку, на подрамнике. Такой перекос может появиться из-за не очень точного запила реек, из-за излишней сильной натяжки холста, из-за неравномерной просушки и прочих обстоятельств. И рама, одетая на подрамник, ситуация, как правило, не исправляет. Вся картина вместе с рамой скорее всего останется перекошенной. С модульными подрамниками, в которых есть клинья для растяжки углов, все очень просто. Поставив подрамник на стол, нужно перекосить его в обратном направлении и найти тот угол подрамника, в котором от этого изгиба образуется щель. В моем случае это правый нижний угол. Теперь эту щель нужно как бы закрепить, немного подбив ближний к щели клинышек. Второй клин при этом трогать не нужно. В нижнем левом углу от обратного перекоса щель образуется внутри подрамника, у самого холста. И, соответственно, нужно подбить внутренний клин. Перевернув подрамник противоположной стороной, мы немного подбиваем точно те же клини, что и с противоположной стороны. Тем самым мы закрепляем обратный перекос подрамника. Естественно, действуем без фанатизма, так как можно перекосить подрамник уже в обратную сторону. Лучше действовать понемногу, постепенно проверяя, насколько выровнялась ситуация. Этот же старый подрамник я полностью выровнял за полминуты, то есть работы совсем немного. А с глухими подрамниками, в которых нет клинив, подрамники, которые собраны на клей, на вклеенные шипы, шурупы и тому подобное, все несколько сложнее. Допустим, это перекошенный глухой подрамник. Кладем его на ровную поверхность, подкладываем любой небольшой упор, на видео это молоток, и также перекашиваем его в обратном направлении. Фиксируем это положение двумя грузиками, в моем случае это струбцины. Затем готовим два, а лучше четыре прямоугольных треугольника из фанерки или ДВП, так называемые косынки. Выпиливать я их не стал, для примера просто покажу это на бумаге. Готовим вот такие четыре уголка, их размеры можно сделать и поменьше. Смазываем их клеем, например, ПВА, и приклеиваем их уже к углам подрамника. Для надежности желательно закрепить эти косынки к подрамнику несколькими тонкими маленькими гвоздиками. В этом положении оставляем подрамник на несколько часов до прихватывания клея, и все, подрамник исправлен. Приклеенные уголки будут надежно держать форму. Главное также не перестараться. Кстати, подобными косынками можно исправить и модульный подрамник, в том случае, если клинышки уже не справляются с сильным перекосом форума. На этом все. Удачи!